МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно закону о общественной палате, по результатам проведённых консультаций, определены кандидатуры 13 граждан Республики Абхазии, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, которым было предложено войти в состав общественной палаты. Рассчитываю, что на сегодняшней встрече мы обсудим актуальные вопросы, которые должны попасть в поле зрения нового состава общественной палаты. Думаю, излишне говорить о том, насколько важна и полезна роль общественной палаты в наложивании диалога между гражданским обществом и властью, выстраивание партнёрских отношений между общественными и политическими организациями страны, защиты прав и свобод граждан Республики Абхазии. Что касается наших взаимоотношений, власти, политических структур, вообще целом общества, я думаю, что последние месяцы активность общественной палаты была налицо. Многое было сделано для того, чтобы при всех сложностях диалог состоялся. Может, он не самый пока высокий, но он есть. Попытки выйти на новые уровни взаимодействия, они имеют место, и они положительно сказываются. За прошедшие годы общественная палата показала, что может выступать в качестве авторитетной площадки для обсуждения актуальных вопросов общественно-политической жизни страны, аспектов экономического и социального развития, служить форумом, где могут выражаться различные точки зрения с целью согласования общественных и государственных интересов. Примером тому могут служить, я ещё раз говорю, не только вопросы, связанные с темой политического характера, но и вопросы, связанные с проблематикой экономической составляющей, вопросы, связанные с проблемами языка, которым сейчас буквально готовится заседание, и многие другие интересные вопросы, которые должны стать предметом обсуждения в общественной палате. В связи с этим хотел бы выразить благодарность составу общественной палаты, полномочия которого истекают в нынешнем году. Жизнь не стоит на месте, развиваются общественные и политические и экономические процессы, перед обществом и государством стоят новые вызовы и задачи, реагировать на которые прямая задача общественной палаты. Думается, что новому составу общественной палаты необходимо приложить усилия для более полной и действенной реализации целей и задач, прописанных в законе, а также соответствующих функций. Многие инструменты реализации этих функций содержатся в законе, и они существенны. Это касается и гарантий предоставления информации органами государственной власти и местного самоуправления, необходимой для деятельности общественной палаты. Это относится и к возможности участия членов общественной палаты в работе органов государственной власти и местного самоуправления, проведения общественного контроля, экспертизы законопроекта, проведения общественных слушаний, поддержки гражданских инициатив и других направлений деятельности. Зачастую Общественной Палате нужна политическая поддержка. Мы такую поддержку готовы оказывать. Задача государства – всемирно помогать гражданскому обществу, а функция гражданского общества – налаживание контроля за деятельностью власти, в котором сама же власть должна быть заинтересована как важнейшим механизмом обратной связи. Интенсивность работы по каким направлениям, на наш взгляд, следует наращивать в деятельности Общественной Палаты? Это, во-первых, Общественная Палата должна все больше становиться действенным органом качественной экспертизы законопроекта, в особенности социально значимых и имеющих общественный и политический резонанс. Думаю, в этой связи целесообразно обратиться к Институту нулевых чтений, существующему в зарубежной практике для полноценной реализации функции общественной экспертизы законопроекта. Нужно приглашать для участия в обсуждении широкий круг экспертов во всех сферах, которые к этому законопроекту относятся, разработчиков законопроекта и так называемых потребителей закона, то есть граждан, а также правоприменителей, которым с этим законом придется работать. И в ходе откровенной профессиональной дискуссии и экспертной работы вынести в конечном итоге заключение. Обеспечение доступа общественности к законотворчеству есть реальный механизм прямой демократии, который мы должны последовательно развивать. Уверен, что полноценная экспертиза поступившего в парламент законопроекта в нулевом чтении, то есть на уровне экспертов и рабочих групп Общественной Палаты, поможет устранить ошибки, которые впоследствии могли бы спровоцировать общественное недовольство либо некачественную реализацию принятого закона. Такую же общественную экспертизу могут и должны проходить и проекты нормативно-правовых актов органов исполнительной власти и местного самоуправления. Во-вторых, нужно повышать эффективность Общественной Палаты как площадки для диалога между гражданами и властью, а также между политическими партиями. Мы должны продолжать формировать культуру общественных дискуссий. Это очень важно для политической и гражданской культуры в целом. Существующие в обществе противоречия должны не выплескиваться на улицу, а становиться предметом цивилизованной дискуссии. От того, насколько нам удастся институционализировать такую дискуссию, зависит политическая и общественная стабильность и в итоге суверенитет нашего государства и его жизнеспособность. В-третьих, нам необходимо повысить качество взаимодействия Общественной Палаты с органами государственной власти и местного самоуправления. В этой связи нужно строго требовать от представителей этих органов выполнения закона, в том числе в части, касающейся предоставления информации. Вызывайте на ковер высокопоставленных чиновников. Пусть отчитывается перед обществом. Я, как президент, готов делать это на вашей площадке регулярно. И мы это начали. Я думаю, что эту практику нужно продолжить. Кроме того, предлагаю Общественной Палате выступить с инициативой формирования общественных советов при наиболее значимых органах исполнительной власти, которые в дальнейшем могли бы напрямую взаимодействовать с Общественной Палатой. Все это поможет усилить общественный контроль за деятельностью органов исполнительной власти и местного самоуправления. В-четвертых, требует новых импульсов работы Общественной Палаты по важнейшему направлению, связанному с взаимодействием с институтами гражданского общества, некоммерческими и иными организациями. К сожалению, за истекшие годы не готовились доклады о состоянии гражданского общества в Абхазии, что требовалось статьей закона. Не проводились гражданские форумы, и поэтому нужна систематическая работа с некоммерческими организациями, чтобы видеть всю картину деятельности неправительственного сектора. Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы государство могло оказывать содействие НКО в их общественно полезной деятельности и снимать многие вопросы, которые, к сожалению, имеют место в нашем обществе. Мы должны стремиться к созданию инструментов государственного финансирования третьего сектора, как это делается во всем мире. Но каким образом мы можем вырабатывать приоритеты такой поддержки, если нам неизвестна общая картина деятельности НКО? В этой связи и общественной палате следует теснее работать с Минюстом и другими органами по созданию агрегированного реестра НКО Абхазии. НКО представляет информацию разные органы, и нет одной структуры, где могли бы эти данные быть представлены в совокупности. Почему бы общественной палате не стать такой структурой? Не имея постоянных контактов с неправительственным сектором и соответствующей обобщенной информации о деятельности НКО, не выстроив эти механизмы взаимодействия, общественная палата вряд ли может в соответствии с законом вырабатывать рекомендации органам государственной новости Республики Абхазии при определении приоритетов в области государственной поддержки институтов гражданского общества. Для более эффективного взаимодействия с гражданами, информирования общества по актуальным вопросам защиты прав и свободы человека и гражданина, необходимо создание интернет-сайта общественной палаты, и было бы неплохо, если бы имелся бы выпуск периодического издания. Есть и другие вопросы, на которые хотелось бы обратить внимание, но, думаю, их следует оставить для обсуждения, когда будет сформирован полный состав общественной палаты. Субтитры создавал DimaTorzok